Девушки отдыхают Если не ошибаюсь Ты посмотри, какой он покоцанный Это при том, что раны на андроидах заживают очень быстро Мы это увидели на Кэрре прошлой серии И ничего не добьетесь Также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях Ну короче, умник Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить Ну давай Посмотрим, что из этого получится Главное, чтобы я успевал выбирать варианты Так, присядем Изучить Улики Что тут у нас? Признаки нестабильной работы Программного обеспечения Вероятность самоуничтожения низкая Хорошо Анализ ДНК Карлос Ортис Дата взятия пробы 19 дней Следы горения Многократное маркирование На протяжении 16 месяцев Результат Прожигания сигаретами Некритичные повреждения второго уровня Нанесено бейсбольной битой Знаете, что я понимаю? Тут даже игра не так про андроидов А про вред наркотиков Вы заметили, что все Ублюдки В этой игре Употребляют какую-то наркоту Что Папа той маленькой девочки И травку курил И бухал И ширялся какой-то херней Похожей на фен Что Сын художника Также сидел на наркоте И у жертвы этого андроида В доме мы также нашли наркоту Так, это я уже посмотрел Еще одна улика Где-то должна быть Вот здесь что-то есть Модель НК-400 Введение домашнего хозяйства Ну, допросить Уровень стресса 35% Страх, раны, имя Мое имя Коннор А твое? Скажи свое Страх? Я чувствую в твоей программе нестабильность Это бывает довольно неприятно Как страх У людей Обнадежить Пригрозить Обвинить Утешить Утешить Слушай Ты пережил большой стресс Но нам необходимо понять Что произошло Все что-то идет не в ту сторону Сочувствие Я тебе не враг Я хочу помочь тебе Но если ты молчишь Я ничего не смогу сделать А нет, все хорошо Это же уровень стресса То, что нападает Это отлично Я Что-то туплю немножко Пригрозить Проникнуть в память Верь мне Я хочу тебе помочь Ты должен мне верить Я просто хочу тебе помочь Что? Что они сделают со мной? Они ведь уничтожат меня Сказать правду Тебя разберут И будут анализировать Твои биокомпоненты Ты не оставляешь выбор Им надо понять В чем дело Зачем ты сказал Что нашел меня? Мог ведь просто Оставить меня там Сказать правду Мое назначение Ловить таких девиантов Я выполнил Свою задачу Я не хочу умирать Я не хочу лгать За Коннора Так что Тогда рассказывай Буду говорить правду По возможности Я Я не могу Выбрать линию поведения Надавить Проникнуть в память Убедить Проникнуть в память Ты не даешь мне выбора Да блин Убедить Не удалось проникнуть Тебя захлестнул гнев Пиздишь И отчаяние Ты не понимаешь эмоций Пока что Может случилась не твоя вина Сочувствие Сочувствие Слушай Я не осуждаю Я тебе не враг Но ты должен сказать правду У Коннора крыса Конечно такая еще Я тебе помогу Признайся И я помогу тебе Обещаю Что я не дам Тебя в обиду Мне удалось убедить Это бесполезно Я сдаюсь Я могу еще раз Попытаться что-то сделать Или только выйти Покинуть комнату Я посмотрю Может быть Все же есть Какие-то еще варианты Повзаимодействовать Похоже нет Ладно Выхожу Мешаться Не трогайте его В стрессе он может Самоуничтожиться А ты не лезь Понял И еще Жестьянка Мне будет приказывать Мешаться Вы не понимаете Если он себя уничтожит Мы ничего не добьемся Я же тебе сказал Заткни Барс Крис Ты его уведешь Или как Пытаюсь Мешаться Я вам не позволю Оставьте его В покое Я предупреждал Ведь паскуда Все Хватит Ты бы лучше Отвалил Хэнк Я сказал Все Хэнк Прикольный персонаж Тебе это срок Не зайдет Он такой Циничный Но Справедливый Вот какое-то такое впечатление Складывается Первое Все будет хорошо Не бойся Никто тебя не тронет Прошу вас Не трогайте Он сам пойдет за вами И будет вас слушаться Блин Эта игра Дает столько Пищи Для размышлений Программный сбой Пошел Понимаете В чем смысл Мы вроде как С самого начала Когда только начинаем Играть эту игру Понимаем Что цель игры Это Достичь Человечности С помощью андроида Ну Скажем так Возможно я неправильно выразился Но думаю вы меня поняли Но по факту же люди Которые Покупают себе андроида Для них это Как пылесос Вот Многие из нас Сейчас покупают себе Робота пылесоса Вы же Не можете Как-то по-другому Его воспринимать Это робот У него заложена программа Он делает то Что ему приказывают И люди в этой игре Делают по факту Так же Они просто Используют Вот у вас есть телефон Вы разозлились Вы бросили его Об стенку Вы же не начинаете Потом Жалеть его Но тут Почему-то Во время игры Вы начинаете Жалеть андроидов Хотя по факту У них не должно Быть Своего мнения У них есть Программа Которая Ограничивает Их восприятие Мира И Их действия Просто Из-за сбоя В программе Вот случилась Такая ситуация Что они Начинают Что-то Чувствовать Понимать Рассуждать И так дальше Постоянно Поддерживать Андроидов Ну Тоже Достаточно Спорная штука Я буду Идти по этой Ветке Все-таки Потому что Ну Это смысл игры Но Сказать Что это Единственный И правильный Вариант Это Достаточно Спорно За кого Сейчас Будем Играть Скорее Сего За Кару С Маленькой Девочкой Спасибо Что пользуетесь Нашими услугами Да Вот и Кэра Подъем Конечная Конечная Да Вам надо Выйти Разбудить Проснись Просыпайся Малышка Они такие Милые Вдвоем Остаться Здесь Убежище Я не успел Выбрать Надо было Остановиться И выбрать Что-то У меня Пошел Дальше Ну Ладно Походу Дело Разберемся Погода Еще Такая Нагнетающая Мы Найдем Где Переночевать Вот что Эта игра Умеет Это Идем Алиса Надо Спешить Вызывать Чувства У людей Эмоции Это все Так Триггерит Все эти Истории Где-то Внутри Куда Идти Так Какие Варианты Есть Там Какая-то Кофейня Там Есть Мотель Там Непонятно Что Пусть Будет Осмотреть Магазин Закрыт Подойти К Алисе Алиса Ты Куда Алиса Алиса Ты Что Ты Куда Ушла Я Подошел К Алисе Поговорить Хорошо Алиса Ты Совсем Замерзла Ничего Не так И Холодно Вы Потерялись Нам Некуда Ити Я Знаю Кто Вам Поможет Но Это На Другом Конце Города А Нам Нужно Прямо Сейчас Куда Он Пропал Это Было Странно Идем Алиса Спасибо Что Пользуетесь Нашими Услугами Найти Убежище На ночь Надо Не Я Сюда Не Пойду Там Какой-то Слишком Темный Переулок Беспокой Они там Стоят То ли Менты То ли Просто Какие-то Люди Но К ним Я тоже Не особо Хочу Подходить Я думаю Что Ну В отель Зайду Это Как бы Логично Так Где Дверь В отель Мотель Мы Нашли Где Переночевать Быть Незаметной И Как мне Быть Незаметной Обойти С другой Стороны Как-то Заглянуть В Мотель Как мне Беспаливо Заглянуть В Мотель Ладно Раз я уже Здесь Я могу Вон Тут Посмотреть Это Что Это Просто Какая-то Афиша Ничего Полезного Вот Здесь Что Брошенный Дом Но Хоть И Дождя Укроемся Кэра Мне Тут Не Нравится Знаю Всего Одна Ночь И тут Нас Не Будут Искать Слушай Если Не Нравится То Давай Не Пойдем Туда Можно Разрезать Забор Кусачками Кусачек У нас Все Равно Нет Заглянуть В Мотель Или Заночевать В Доме Блин 40 Баксов У меня Нет Ну Тут Типа Есть Магазин Где Я Скорее Всего Могу Украсть Кусачки Да Нов Андроид Окей Андроидом Вход Запрещен Мы туда Не Пойдем Нужны 40 Долларов И Другая Одежда Или Искать Другое Место Короче Я Думаю Мы Можем Сейчас Грабануть Магазин Мне Так Кажется Пойдем Посмотрим Тут Тепло Сейчас Согреешься Я Чуть Даже Не Посмотрел Что Это Просто Господи Как Называется Вроде Что Здесь Стирают Вещи Только Так Ну Для Всех Желающих Я Листаю Чтобы Вы Могли Почитать Себе Журнал Мне Это Не Особо Интересно Но Кому Интересно Он Сможет Себе Почитать Хорошо Так Так Надо Украсть Вещи Чтобы Переодеться И Не Палиться Что Я Андроид Здесь Пусто Вот Там Есть Какие То Вещи Одежду Алиса Открыть Что Что Делаешь Это Чужое Нам Это Нужно Тебе Надо Согреться А мне Избавиться От Униформы Но Это Воровство Так Ведь Нельзя Нельзя Девочка Но Ты Только Что Убила Своего Отца Украсть Девочки Я Аж Делаю Это Ради Тебя Мне В Принципе Насрать Я Мог Бы И В Доме Переночевать С Тремным Но Ты Хочешь Что То Покомфортнее Отношения С Алисой Упали Аккуратненько Хорошо Отлично Теперь Куда В Лисе Поставить Палево Палево Ну Одежда Конечно Такая Себе Но Зато Она Прячет Датчик На голове На Виске Тот Что Так Выходим Надо Еще 40 Баксов Где-то Найти Так Кстати Я Чуток Поигрался С Настройками И Мне Кажется Что ФПС Выровнялся Более-менее Я Все равно Не могу Войти Потому Что Нету 40 Баксов Да Раздобыть 40 Баксов Где Можно Взять Деньги Там Есть Магазин Закрытый Грабить Магазин Ладно Давайте Я Теперь Как бы Подойду К тем Чувакам Мне теперь Не полюс Что я Андроид И Можно Будет С ними Пообщаться А Это Андроиды Кстати Тоже Нам Нужен Ночлег Ты Не Знаешь Куда Можно Пойти Ну Остается Только Магазин И Те Дебильные Проволки В которые Я Никак Не Хочу Ити Кстати С Магазином Я Похоже Тоже Никак Не Могу Взаимодействовать Блин А Вон Там Еще Что То Есть Не Сразу Замечил А Еще Один Когосуточный Магазин Магазин Открыт Давай Ка Зайдем Тебе Надо Согреться Позвать На Помощь Убедить Кассира Помочь Ну Давайте Я Попытаюсь Поговорить Вам Помочь Не Надо Спасибо Вам Я не ту Кнопочку Нажал Выкрасть Деньги Из Кассы А я Могу Как-то Еще раз Попытаться Его Убедить Чтобы Он Мне Помог Или Теперь Уже Только С Помощью Пистолета Блин Я не ту Кнопочку Нажал Ладно С пистолетом Так С пистолетом Припугнуть Кассира Попробовать Что-нибудь Другое Хорошо Я Похожу Здесь Возможно Будут Еще Какие-то Варианты Игрушка Для Алисы Положить Обратно Украсть Пока Что Положу Сейчас Я подумаю Что Можно Сделать Посмотрю Какие Блин Я Случайно Взял Положи Обратно Сейчас Если Что Возьмем Казировка Казировка Можно перевернуть Казировку И Пока Он Будет Там Все Собирать Можно Будет Например Грабануть Кассу Камеры Да Блин Как бы Сделать Получше Надо было Как-то Постараться Его убедить Но Уже Поздно Тоже Есть Камера Ладно Я возьму Игрушку Украду Ее Так уж Быть Я буду Плохим Андроидом Украсть Пограбить Касс Отличь Невание При помощи Алисы Повлечь Алису Попробовать Что-нибудь Другое Я не хочу Вмешивать Ребенка Я хочу Вообще Как-то Переубедить Его Но Ну Че Тут Только С пистолетом Все Получается Блин Ладно Я все же Попытаюсь Вовлечь Алису Мне нужна Твоя Помощь Видишь Вон Те Шестянки Подойди И Свали Их На Пол Свалить На Пол Зачем Алиса Сделай Как Я Прошу Блин Мне Так Обидно Что Я Не Не Попробовал Переубедить Но Ну Ладно Уже Как Есть Украсть Не Переживай Сейчас Все Подниму Дать Я только 50 Баксов Взял Так Что Только То Что Мне Надо Было Черт Извини Мужик Теперь У нас Есть Деньги Ты Меня Обманула Чтобы Украсть Разве Так Можно Я Тебе Верила Отношения С Лисой Падают Изложить Факты Извиниться Ты Права Так Нельзя Прости Это Больше Не Повториться Я Не Хотел Ее Вмешивать Но Но С Пистолетом Тоже Как Бы Не Хотелось Идти В Моталь Извини Девочка Я Я Все Это Делал Ради Тебя Здрасте Можно Снять Номер Стоит Сорок Баксов Сразу На Бери Мне Нужно Ваше Имя И Адрес Есть Проблемы Ба 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 Подписать И Будьте Добры Документы В Машине Забыла Нет С собой У Меня С собой Нет Прошу Вас Ребенок Устал Ничего Завтра Разберемся Спокойной ночи Спасибо Спасибо Мужик Спасибо Отнесся С пониманием Номер 28 Как тут Просто Стенка Ничего Интересного Тем Возможно Там Какие-то Отсылки К чему-то 16 28 Это Наверху Скорее Все А ты Чего Стала Кера Иди Так 29 И тут 28 Да Да Включить Свет Ну Неплохо Поговорить Ну-ка Давай мне Куртку Я теперь Как Мама Этой Девушки Девочки Ну или Скорее всего Что-то Вроде Сестры Декольта Раздеть Она Уже Сама Могла Раздеться Промокла Насквозь Надо Как-то Обезопасить Эту Малышку Но Но Как Потому что Я понимаю Что Скорее всего Там еще Приключений Будет Много Но Я не Хочу Чтобы Эта Малышка Во Всем Этому Участвовала Ты Оставила Девочку Маленькую С пистолетом В одной Комнате Мне кажется Это была Плохая Идея Хорошо Пистолет На месте Поговорить Почему Потому что Он Ебаный Наркоман Именно Именно Меня Злился Я Хотела Чтобы Мы Жили Нормально Я Что-то Не Так Сделала Я Плохо Себя Вела Поэтому Он Всегда Так Злился Я Просто Хотела Жить Как Все Чтобы Он Любил Меня Почему Нельзя Просто Жить Не Знаю Ты Ведь Меня Не Оставишь Обещай Что Не Уйдешь Обещаю Мы Никогда Не Расстанемся Вот Блин Вот Это Ладно Никогда Я Понимаю Что Это Неправильно Что Наверное Лучше Было Было Ее Где-то На Кого-то Оставить Потому Что Черт Его Знает Какие Приключения Меня Еще Ждут Впереди А Для Нее Это Опасно И Но Теперь Я Пообещал И Это Как бы Ладно Посмотрим В какую Сторон Дальше Повернется Жат Я Выключаю Свет Очень Эмоциональная Игра Выключаем Свет И Ложимся Спадки Стоп Посмотри Еще В окно Ты Не Посмотрела В окно Если Там Была Такая Возможность То Надо Было Это Сделать Спасибо Поцеловать Да Спокойной Ночи Лечь В кровать Уйти Я Надо Все Посмотреть В окно Вроде Все Хорошо Так Что Я могу Еще Сделать Бать Здесь Нет Это Плохой Вариант Надо Бы Пистолет Спрятать Ну Ну Как Мне Кажется Что Это Потом Может Сыграть Плохую Шутку И Скорее Всего Надо Надо Спать На Стуле Поближе К пистолету Быть Потому Что Если Я Лягу Сейчас Возле Девочки То Потом Этот Пистолет На Столе Может Сыграть Очень Плохую Шутку Для Меня Ладно Я Еще В Зеркало Посмотрю Если Есть Такая Возможность То Надо Это Сделать Хорошо Спим Мы На Стуле Сегодня Я Думаю Это Будет Правильно Так И Ближе К Двери И К Пистолету Беглянки Охренеть Сколько Здесь Всяких Вариантов Развилок В магазине Куча Развилок Есть Прачечная Ну Прачечная Не так Много Вот тут Есть Вариант Еще Где Мы Остаемся Тут Кстати Мне Кажется Кроме Того Заброшенного Дома Есть Еще Какой То Вариант Ладно Друзья На этом Мы Сегодня Закончим И Продолжим Уже В Следующей Серии Всем Спасибо За Просмотр Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал Не Забывайте Комментировать Видеоролик И Увидимся Завтра Всем Пока Продолжение следует